Друзья, всем привет! Сегодня у нас на распаковке, на обзорчике таком наушники Blue Edio TN. Вот такие вот красивые. Брал я их про распродажу, что-то около 10 долларов. Они очень понравились визуально чисто, поэтому я решил их взять и попробовать. Последние наушники, которые я тестировал, это были KZ BTE. Я их действительно хотел использовать на постоянку, но все равно вернулся на QCY, потому что у KZ для меня невыносимо эти пульты, которые путаются, западают за воротника. Особенно зимой сейчас много одежды, они перекатываются за спину, и поэтому я вернулся на QCY, потому что только лучше, чем QCY по качеству звучания. Ну, это для меня менее важное, чем качество именно эксплуатации. Поэтому купил попробовать вот такие вот еще Blue Edio. Говорят, они неплохие. В такой вот коробочке, коробочка очень легкая. Такая вот красивая эмблемка Blue Edio, что значит, что это оригинал. Сейчас мы их распакуем, посмотрим на них чисто визуально, и я ими поиграюсь, похожу, послушаю их, запишу видео о том, как они мне понравились, нет, и что мне в них понравилось, и что нет. Итак, открываем коробочку. Все просто, обычный картон, то есть ничего такого сверхъестественного. Имеем вот такой пакет, видать, с наушниками, и инструкция. Инструкция у нас так, есть китайский, есть английский язык присутствует. Ну, в принципе, мы уже знаем, как ими пользоваться. Здесь у нас характеристики, АПТХ, я так понял, нет. Время ожидания до 250 часов, время проигрывания музыки или разговоров по телефону 12 часов, до 12 часов, заряжается за полтора часа. Приблизительно 500 мАч, то есть чуть-чуть меньше, чем 500 мАч. В общем, вот такие вот основные характеристики. АПТХ тут не пахнет, но, в принципе, и без АПТХ может быть неплохой звук. Давайте посмотрим, что у нас на коробке. Ни о чем АПТХ, наверное, нигде никого нет. Ну, давайте дальше посмотрим на них. Итак, они запаяны, да? А, нет, не запаяны, это открывающийся пакет. Открыли пакетик. Смотрим, такие яркие амбушюрки отдельно лежат, красивые, симпатичные, желтого цвета. Кабель, кстати, качественный, прикольный такой, плоский. Вот, с такой резиной интересной. В общем, прикольно. Type-C, что немаловажно. То есть, хоть кто-то додумался уже в наушники впихнуть Type-C. Это меня очень радует. Ну, и сами наушники, вот так они немного запутались. Давайте посмотрим на них. Красивые, яркие. Вот здесь у нас кнопка включения. Включается очень интересно. Снизу у нас получается для Type-C вход. Кнопка... А, вот это вот включение, наверное, или спаринг. А вот это... В общем, сейчас разберемся, зачем, в общем, эта кнопка. Плюс, минус, громкость. И далее, далее, далее. Вот здесь у нас ничего нет. Скорее всего, здесь в этой штучке батарейка. Вот так вот в Blue Radio написано. Все красиво, чинно-благородно. Сами наушнички сделаны прикольно, красиво. Left, right. И причем здесь они намагничиваются. Помимо того, что они магнитные, вот есть здесь впадинка, а здесь выпирает немного. И за счет этого они на срез вот так не работают. Ну, то есть, не скользят. Давайте посмотрим. Наушники очень красивые, симпатичные. Давайте снимем одну амбушюрку. Короткие. Вот. Ну, сделано все красиво, симпатично, прикольно. В общем, попользуюсь ими и расскажу уже окончательно, что нравится, что нет. Итак, я поносил наушники около недели. Мне они действительно понравились, но не настолько, чтобы я менял свои QCY на них. Во-первых, они понравились мне очень дизайном. Они очень красивые. И, допустим, если на подарок они желто-синие, то есть, если, допустим, украинцу их подарить или заказать, ну, очень стильно выглядит. То есть, желто-блокытно, как раз под национальный раскрас. Очень мне понравился. То есть, вот эта расцветка, она стильная, красиво, все круто выглядит. И очень, действительно, действительно, очень прикольно сделано. Кнопка включения. Я бы ее отнес немножко дальше, потому что очень часто я вместо громкости тиши или переключения трека назад включал кнопку включения. То есть, зажимал ее, держал, естественно, выключал этим наушники. Но такое пару раз было за неделю. Причем не просто там в первые дни пользования, а на протяжении всех дней. Заряжается очень быстро. Там, не знаю, там порядка где-то полутора часа он заряжается. Держит реально около часов десяти. Точно я не засекал, но реально очень долго. Да, дольше, чем мои QCY. По наушникам. Вот эти вот наушки, ушки, они очень прикольные. Сидят в ушах очень классно. Здесь есть пометочки. Есть вот такая вот штука, чтобы они не скользили. То есть, здесь она выпуклая, здесь впуклая. И впадинка. И они вот так вот не расстегиваются. Но, в принципе, мне эта функция не особо нужна. Потому что я обычно, если иду на улице в наушниках, то я их слушаю. Если нет, я их просто вешаю. Они у меня болтаются и никуда не деваются. Обычно, как бы, ну, в этом я не вижу какой-то критичности, чтобы они магнитились. Немножко овальной формы вот этой вот штуки. И когда ты одеваешь амбушюрки, то есть нужно поменьше амбушюрки одевать. Потому что немного, если с большими амбушюрками не всем может подойти, просто немножко будет давить в уши. Переключается все правильно здесь, как я люблю. То есть, что плюсом переключается громкость, громче делается. И переключается на следующий трек. Минусом предыдущий трек и громкостише. То есть, как и положено. То есть, как мне нравится. Есть у нас Type-C, об этом уже сказал. И вот это вот, я не знал, что это такое. А это у нас переключатель активного шумоподавления. И фишка в чем? Он действительно работает. И вот в такой вот позиции он не работает, выключен. И когда мы переключаем его на включение, то есть, вот этой позиции он включен. И ты слышишь, то есть, если полностью тишина, ты не прослушиваешь музыку. Ты слышишь, как такое, как знаете, как пробка. Так, пук, пук, звук. После этого все такое, ну, приглушенное становится. То есть, действительно, ну, мне кажется, все становится процентов на 30 тише. Когда прослушиваешь музыку, ты слышишь, что музыка начинает играть громче. Шумоподавление есть, оно работает. Я бы не сказал, что просто суперово слышно, когда оно отключено. В любом случае, чаще всего нужно снимать наушники. У QCY я их снимаю практически всегда. Здесь пару раз не снимал, но мне какой-то определенный дискомфорт доставляло это. И мне приходилось в итоге снимать наушники. По звучанию, правильно сказал, SBC и определяются они как T-Energy 2. Ну, они так называются, то есть, все в порядке. Как бы так и должно. То есть, это серия их названий. T-Energy Second Generation. По звучанию, действительно, сильное расстройство. Они звучат, если ты не пользовался наушниками, у которых лучше звучание. Ты, наверное, не заметишь. Да, здесь завалены басы, то есть, очень много басов. И я думаю, понравится людям, у которых... Которые любят drum and bass такое, что у него дышь-дышь-дышь, бум-бум-бум. Вот, потому что здесь слишком много. Но я бы не сказал, что вообще отвратительно. Вообще звук приятный. То есть, он, знаете, какой мягкий. То есть, голос, все становится мягким. И, ну, не всегда это нужно, потому что иногда нужно послушать, там, противный резкий голос пилы, допустим. А ты ее слышишь, как будто это хлеб по маслу мажет. Но это такое. Образно я, конечно, сделал. И все, конечно, это все субъективно. Каждый слышит все по-разному. Но вот мне показалось, что голоса, они чересчур мягкие и чересчур много басов. Звуки остальных инструментов, они приглушенные. То есть, ты слышишь это все намного тише. Кроме бумканья, все остальное ты слышишь намного тише. Вот это мне не понравилось. И, допустим, таскать их с собой, чтобы слушать музыку, я, ну, для себя. В связи с тем, что у меня есть QCY. QCY остается у меня лидером. Единственное, что замечу, что недавно у нас подписчика, Романа Куликова, пришли QCY с GD коллекции. И они были без АПТХ. То есть, не определялся АПТХ. И, ну, это значит подделка. На GD убрали информацию о том, что там есть АПТХ. То есть, остерегайтесь подделок. Ну, нужно быть внимательным, чтобы у продавца было указано, что есть АПТХ в описании товара. Если вы собираетесь покупать QCY. Для того, чтобы можно было хотя бы вернуть деньги потом. Вот. Ну, да ладно. За отступление. В общем, звук мне очень не понравился. И я их оставлю только потому, что они круто выглядят. Еще один момент, который я не сказал. Они неудобные для ношения зимой. По поводу удобства ношения их. Они, ну, я бы не сказал, что критично неудобно. Но немножко неудобно. Во-первых, когда зимой много одежды, ты их носишь. Вот. Если ты их повесил вот так, чтобы они тебе не мешали на плечах висеть. То все закрывается курткой. Они здесь где-то сдавливаются. И потом нужно долго искать. Я обычно один наушник. Давайте допустим, что я в куртке. Они такой более летний вариант. Я делаю одно ухо. Вот так вот торчит у меня. И я, в принципе, оно мне не мешает. Очень так, ну, нормально. Я за неделю привык. Удобное включение-выключение шумоподавления. То есть оно вот здесь сразу. Но вот кнопка следом идет. Кнопка. И особенно зимой, то есть в перчатках ты не можешь сильно нащупать. Да, то есть нужно прищупываться. Где включение, где выключение. Потому что чаще всего ты будешь нажимать на выключение, чтобы переключить на предыдущий трек. И выключишь динамик. В принципе, вот так нормально. Если вот так, тоже как бы неплохо. Нормально сидят. Вроде бы не сильно торчат. При беге они ничего, как бы у них не трясется. Все нормально. По поводу самих наушников. Наушники сидят в ушах отлично. Не выпадают вообще. Никаких вообще претензий к этому. Они сидят плотно, уверенно и очень круто. То есть в этом плане. И они очень реально стильно выглядят. Наушники. Ну, мне очень нравится. Вот именно их вид. Ну, просто бомбовый. Подводя итог, хочу сказать, что скорее всего я их себе оставлю. Буду в них слушать, смотреть там ютубчик и так далее. За счет автономности. Они отличные уши для того, чтобы лежать дома. Слушать там, подключать к планшету, когда ты вечером смотришь. Или кино какое-нибудь. Или там материал какой-то. Или к телефону. То есть, чтобы не мешать семье. Я их, скорее всего, для этих целей буду использовать. Вся расцветка мне очень понравилась. Она такая стильная, прикольная. Еще забыл сказать. Неудобно, потому что их трудно сложить. То есть, они хоть и скручиваются вот так. То есть, ты их можешь свернуть. Когда ложишь там в карман. Но они все равно объемные. То есть, в сравнении с QCY, которые там занимают вообще вот так. То есть, ты QCY можешь в ладошку спрятать. Эти, конечно, ты в ладошку не спрятишь. То есть, это еще один минус, о котором я забыл сказать. То есть, я бы, ну как, 50 на 50. Когда они там продаются по 15-16 долларов. Ну, я думаю, что за... Да, действительно, качественные материалы. Но звучание, ну, не всем оно понравится. Я думаю, далеко не всем оно понравится. По поводу разговоров в телефонном режиме. То есть, по нему все отлично. Если вот эта штука не спрятана где-то под курткой. А вот так торчит сверху, как у меня, как я показывал. То отлично слышно собеседника. И все. Естественно, когда спрятано, то приглушенно слышно. Собеседник не слышит. И нужно его поднять. Если бы были QCY вот такой вот расцветки. Блин, я бы взял, наверное, долларов за 15, за 20. Отлично было бы вообще. Не, ну, конечно, я, наверное, вру. Я бы дождался скидки, когда QCY стали там за 15, за 14, 13 такой расцветки. И взял бы их все равно. Но в любом случае, QCY остается из тех наушников, которые у меня побывали на обзорах. Они остаются лидером и лучшими наушниками, ну, по сей день. И пока, пока чего-то лучше я не смог нащупать. Вот. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок.